Всем привет! С вами Майя По и новый выпуск «Поострее». Напоминаю, что теперь нас можно смотреть не только на русском. Для удобства наших иностранных зрителей мы добавляем в видео субтитры на других языках. Устраивайтесь поудобнее, настраивайте, если нужно, и наслаждайтесь. Поехали! А перед началом просмотра призываю вас подписаться на наш Телеграм и мой ВК. Ссылки в описании. Сын Блинкина одел на Хэллоуин костюм Зеленского. Свят, свят, свят! Госс-секретарь США Энтони Блинкин нарядил сынишку на Хэллоуин в костюм Зеленского, а дочку во флаг Украины. И отправил их в Белый дом просить конфеты у дедушки Байдена. Ну правильно, в каком еще костюме просить у дедушки Байдена конфеты, если не в костюме Зеленского? Тот только этим и занимается, когда встречается с дедушкой. На лужайке Белого дома пора поставить памятник тянущейся из земли просящей руки и подписать «Рука Зеленского». А вообще примечательно, что про Наполеончика в руководстве США вспомнили на Хэллоуин. Ведь в этот день на землю выходит нечистая сила. Если Украина у американцев ассоциируется с нечистью, это уже говорит о многом. Майя Санду проиграла выборы в родной деревне. Еще ворота ей дегтям выможьте. Местные выборы в Молдове закончились разгромным поражением партии Майи Санду. ПАС проиграли все крупные города, оставив за собой лишь несколько деревень. И среди них нет родной деревни Майи Санду. Ее кандидат там в первом же туре проиграла кандидату от оппозиции. Ну а чего ты, девка, хотела? Рынок СНГ для односельчан закрыла. Яблок и виноград оставила гнить на земле. Телеканалы им отключаешь. Отопления нет. Лучше тебе по улицам родного села без охраны вообще не ходить. Хотя куда Санду в родное село? Для нее Румыния – дом родной. При такой народной любви Санду только туда и дорога. Она уже и платит за себя, подбирая такие, чтобы в случае чего в багаж себя сдать. Цены на электричество в Прибалтике выросли в полтора раза. За что боролись? Латвия, Литва и Эстония встретили холодное время года резким ростом цен на электроэнергию. По росту цен на электричество страны Балтии в антилидерах по Евросоюзу. Кто виноват? Нет, не Россия. Хотя да, Россия. Она же всегда в Прибалтике во всем виновата. Прибалты так энергично разрывали энергетические связи с Россией, что понастроили всяких ветряков, электрокабелей по дну Балтийского моря. А те, зараза, все время выходят из строя. Кто виноват, что так вышло? Не сами же Прибалты. Россия. Это Баширов и Петров ходят по дну Балтийского моря и разрывают кабели. А ветер вообще подкуплен Кремлем, чтобы не дул на прибалтийские ветряки. Нужно ввести против ветра санкции, раз он такой. Запретить ему въезд, то есть в лед. Пусть летает ЕС через Турцию. Беларусь ввела против Латвии санкции. Как аукнется, так и откликнется. Многолетняя санкционная война Прибалтики против России и Беларуси получила ответку. Беларусь ввела против Латвии встречные санкции. Под запрет попали латвийские фрукты, соки, стройматериалы и алкоголь. Здесь последовал сакраментальный вопрос из Яралаша. А нам-то за что? Ответ белорусского правительства. За закрытие очередного погранперехода. Мой ответ. А за все хорошее. Вы первые затеяли эротические игры с санкциями. А в них ведь можно играть вдвоем. Так что ждите. Рижским бальзамом теперь не отделаетесь. Байден продает Украину в нагрузку. Да кто он такой позарится? Не ваше дело. Кому надо, тот и позарится. Белый дом попытался протащить через Конгресс поддержку Украины и Израиля в одном пакете. Если голосуешь за военную помощь Израилю, помоги денежкой и Украине. В Советском Союзе такое называлось продажа в нагрузку. Хочешь купить ценный дефицит? Покупай вместе с ним и то, что пылится на витрине и сто лет никому не нужно. Вот только Конгресс США это не советский универмаг. За военную поддержку Израиля там проголосовали. Но без Украины. Привыкайте, украинцы, что на американском рынке цена вам полушка. Израиль котируется намного дороже. Но ничего, ваш президент поедет в новый гастрольный тур. На рояле вам военной помощи наиграет. Премьер Румынии назвал ответственных за отмену молдавского языка. Майя, ты что ли? Ликвидация так называемого молдавского языка была бы невозможна без поддержки проевропейской администрации Молдовы, заявил премьер-министр Румынии Марчел Чалаку. Да, я угадала. Где еще такое бывало, чтобы власти страны сдавали ее историю и культуру соседям, а те прямым текстом их за это благодарили? Румынии осталось только учредить орден за государственную измену и наградить им так называемую президентку Молдовы. Впрочем, простые молдаване Майю Санду за измену родине уже наградили, провалив ее партию на местных выборах. Лукашенко отправил Литву в унитаз. Батька, жги! Литва направила в Минск очередную ноту с требованием немедленно остановить работу энергоблока в Белорусской АЭС. Президент Беларуси Александр Лукашенко на это ответил, что литовских нот у него много скопилось, и он отправляет их в унитаз. И они все время ноты, вот говорят, по случаю водостанции сегодня какую-то ноту прислали. Я говорю, в унитазе места у нас хватает, пусть присылают. Бать, тут такое дело, сложно все у Литвы с унитазами. Я в прошлом выпуске рассказывала, 50 тысяч литовцев до сих пор ходят опорожняться за домом, из-за этого может затопить дерьмом Клайпиду. Беларуси бы помочь отсталым соседям и завести им гуманитарной помощью унитазы. Заодно и литовские ноты вернут взад. Пуще и подтираются. Молдова отказалась платить членские взносы в СНГ. А она платила? Правительство Молдовы исключит содружество независимых государств из числа международных организаций, которым выплачиваются ежегодные членские взносы. Это связано с тем, что банковский сектор некоторых стран СНГ находится под европейскими санкциями, говорят в Кишиневе. Я скажу проще, это связано с тем, что у Молдовы нет денег. Но не может же Майя Санду сказать, как госпожа Белодонна. Приходится задирать нос и заявлять, что СНГ рылом не вышли. Платите ему членские взносы. Только потом не жалуйтесь, когда страны СНГ закроют молдаванам последние возможности продавать свою продукцию и выпрут из организации. Безбилетников нигде не любят. Россия обвинила Латвию в рэкете. Сейм Латвии принял решение о конфискации автомобилей с российскими номерами. Владельцев машины будут заставлять платить штраф, а сами машины перегонят на Украину. Посольство России в Латвии назвало это решение государственным рэкетом. Российские дипломаты ссылаются на хартию Евросоюза, в которой сказано, что никто в ЕС не может быть лишен собственности без веских на то оснований. Но когда Латвией было дело до хартии Евросоюза? Эта страна началась с того, что украла гражданство у каждого третьего жителя. А потом у неграждан украли собственность, когда они подпустили их к приватизации всенародного достояния. Так что рэкеты и бандитизм у латвийского государства в крови. Помнят руки-то. Мария Захарова назвала Санду позором Молдовы. Майя Санду – это позор для страны и угроза для молдавского народа. Заявила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова. Так она оценила намерение Санду сорвать приднестровское урегулирование силой, сменив власти Располи и исключив из переговорного процесса Россию. Мы с Марией Владимировной солидарны. Но последнее слово в этом вопросе за молдаванами. А они, судя по всему, согласны Захаровой. Рейтинг Санду меньше 20%. Местные выборы ее представители проиграли. И воевать друг с другом два берега Днестра не хотят. Да и что тут сказать, когда политик нарушил все без исключения предвыборные обещания, за которые его выбрали президентом. Как такое называется? Позор, да и только. Британцы назвали Рику городом с самыми грязными общественными туалетами. Не россияне, заметьте. Британские эксперты, ловите новыми, признали столицу Латвии городом с самыми грязными общественными туалетами в Европе. Вывод сделан на основании 8 тысяч отзывов в гугл о состоянии туалетов в европейских столицах. Да, отрицать невозможно. Бритиши знают толк в рижских сортирах. Ведь это у британских туристов сложилась смелая привычка при посещении Латвии мочиться на Милбу. Местную статую свободы. Нассать в Риге это они умеют. Латыши много лет гадали, откуда у англичан такая странная традиция. Теперь понятно. Им так отвратительны рижские общественные туалеты, что приходится отливать на центральном проспекте столицы. И главное, слово против не скажешь. Это ведь не русские оккупанты, а дорогие союзники англосаксы. Приходится терпеть, когда другие дотерпеть до писсуара не могут. На сегодня все. Добавили вашей жизни перцу. Ждите новые выпуски. То ли еще будет. То ли еще будет.